Живем на угле, теряем здоровье из-за пыли, а топим печи непонятно чем. Такие слова часто можно услышать от карагандинцев и жителей городов-спутников. Почему жителям региона недоступен уголь с наших шахт, согласилось ответить руководство Кормета. В безветренную погоду на улице жители задыхаются от едкого дыма. Экологи объясняют это неполным сжиганием в печах-недельках и низким качеством самого топлива. Старожилы помнят, что в советское время люди покупали уголь с местных шахт, а ветеранам его даже выделяли бесплатно. Но давно шахты Кормета уголь населению не продают. Он закрыт в свое время, еще при предыдущей кампании, потому что когда сюда приезжали столпотворение машин, было получение этого угля, все купили почему-то, считали, что если они продавцы первыми, то они получат самый хороший уголь, тот, кто опоздает, получит самый плохой. Поэтому здесь была у нас немножко хорошая ситуация на ТЭС-2. Было принято решение еще в те времена, что мы не будем продавать уголь, мы будем давать деньги, столько, сколько мы придем для покупки до угля людям. А люди уже сами на рынке выберут необходимый для них уголь любого качества. Во времена Арселор Миттал было и другое объяснение. Уголь с карагандинских шахт не подходит для домашних печей. Поэтому жителям области предлагают только уголь с открытых разрезов и единственной маленькой шахты Рапид. Но добывает она уголь с тех же пластов, что и шахты Кормета. У нас есть разные виды угля. И можно купить уголь гораздо лучше, чем на шахтах угольного департамента. И еще я добавлю все-таки. У нас из 8 шахт угольного департамента сейчас 7 шахт. Это однозначно как шущийся уголь. Ну, продавать его населению нет смысла. Шахта есть Абайская еще, в которой есть пласты энергетического угля. На настоящий день она разрабатывает пласт К-18, который условно образующийся. И вот тоже, в общем-то, нецелесообразно применять для цели обогрева своих домов. Несколько шахт Кормета сегодня не осуществляют добычу из-за последствий аварии или неразработанных предыдущим владельцем новых горизонтов. Поэтому угля не хватает даже на собственные нужды металлургического комбината. Кормет сам закупает уголь из других регионов. На вопрос о себестоимости угля с местных шахт руководство Кормета ответило, что это коммерческая тайна.